Привет, дорогие подписчики и зрители! Вы на канале Всякоразность Китая. Я вас приветствую. Сегодня распакуем две посылки, которые пришли из Китая, с торговой площадки Алиэкспресс. Aliprice.com. Ваш экономичный помощник для Алиэкспресс. И в этих посылках должны находиться наушники. В общем-то, не знаю, какие сейчас первые нам попадутся. Сейчас посмотрим, разберемся. Кстати, за эти наушники я не платил, я их не заказывал, а я их выиграл на Aliprice. Если у вас есть свой сайт, есть своя группа ВКонтакте, либо где-то еще, в общем-то, если у вас есть какое-то сообщество или YouTube-канал, тем более, то вы можете также зарегистрироваться на Aliprice и подавать заявки, выигрывать какие-то товары на обзор. Первые наушники у нас называются А8. Больше здесь как бы названий никаких нету. Написано, что Bluetooth 5.0, HD стерео, Cal-функция, то есть можно разговаривать 10 метров, ловит. Вот, ну и с этой стороны тоже самое. В общем-то, снизу ничего интересного, давайте смотреть на наушник. Идет USB-кабель и 2 комплекта Ambishur. Стоимость наушников 1600 рублей на данный момент. Даже несмотря на Черную пятницу, в общем-то, цена не снизилась. Если не вы знаете, сейчас проводят разнообразные акции и скидки. Вот на эти наушники у них сейчас скидка, ну, немного, правда, там, 200, грубо, 40 рублей скидка. То есть они раньше 1200 стоили, сейчас они 969. Давайте смотреть на сами наушники. Открывается вот таким образом подмагничная крышка. Вот наши наушники, они здесь в таких пленочках. Вот, вытащил пленочки, видите, загорелись индикаторы, пошла зарядка. То есть сам бокс служит у нас станцией для зарядки наушников. Давайте достанем один наушник, глянем на него поближе. Ну, наушник размеров средних, скорее всего, смотрите, как он выглядит. Очень легкий, в ушах, в принципе, и не чувствуется. Лицевая часть, видите, идет у нас такая глянцевая, а внутренняя часть идет матовая. Наушники имеют встроенные микрофоны, то есть можно через них разговаривать, если вам придет вызов. Управление наушником происходит с помощью касания. Здесь сенсорное управление, никаких кнопок. Единственное отверстие – это под микрофон и выход самого динамика. Идут два контакта для зарядки. Ну, и указано левое-правое ухо. Вот видите, только достаете, он сразу начинает коннектиться, там что-то говорит китаянка. В общем-то, это правый, то же самое. И заряжаются вот таким образом. Берем бокс. Раз, два. Все, они подмагничены. Батарея в этом корпусе установлена на 3500 мАч. И этот бокс можно использовать как повербанк. То есть, видите, есть USB, стандартное USB-отверстие и microSD. MicroSD для зарядки, а обычный USB. То есть можно подключить сюда ваш смартфон, ваш MP3-плеер, ну, все что угодно. При полном заряде наушников музыку можно будет прослушать в течение пяти часов. После чего ставите на зарядку, зарядили и опять так можно слушать, пока не сядет сам бокс. В общем-то, давайте сейчас подключу, послушаю и скажу вам свое мнение. Чтобы подключить, достаем просто наушники из бокса. Наушники спарились между собой и ждут активацию подключения к телефону. Здесь у нас появилось новое устройство А8. Нажимаем подключиться, прослушиваем. Что могу сказать, ребята, наушники обалденные качают, блин, послушайте. С помощью касания можно делать паузу. Перематывать песню, делать громче, тише. В общем-то, полностью управлять этими наушниками. В общем-то, давайте теперь проверим микрофон. Произошел звуковой сигнал в наушниках. И, в общем-то, идет диаграмма. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Тут охотник выбегает прямо с зайчика. Пиф-паф. Стоп. Ну что же, давайте теперь прослушаем. Идет диаграмма. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Тут охотник выбегает прямо с зайчика. Пиф-паф. Если во время прослушивания вам кто-то позвонит на телефон, можно смело отвечать на вызов с помощью этих наушников и разговаривать через наушники. Микрофон достойный. В общем-то, ну, по цене, честно говоря, 1600 рублей. Не совсем дешево. Но звук классный. Отлично. Давайте теперь посмотрим вторые наушники. Это, видимо, подарок, типа подставка под телефон. Они немножко дешевле. 1200 рублей на момент выигрыша. Сейчас они стоят 969 рублей. Ну, еще раз повторюсь, сейчас идет Черная пятница. Завтра они могут стоить опять 1200 рублей. Сам бокс зарядный. Идет кабель USB, microUSB. Кстати, положил продавец. Там разная комплектация идет у него в наушниках. Есть вот дополнительные кабели. То есть этот бокс также можно использовать как Powerbank. Наушники еще меньше, чем первые их предшественники. Видите, они вообще-таки маленькие-маленькие. Ну, бокс, видимо, полностью разряжен. Сейчас подзарядим бокс и продолжим. Я не понял, почему показывают 67% заряда и ничего не работает. Интересно. Блин, как-то крышка открывается. То ли он ушел в защиту, долго лежал. Сейчас вытаскиваем зарядку. 67%. Да, видимо, просто бокс ушел в защиту. Вот пошла зарядка на наушники. Собственно, все заработал. Bluetooth идет 5.0 плюс EDR. Ловит 10 метров. Наушники имеют защиту IPX5. То есть можно попасть под дождь. Там влаги, пыли они не боятся. Также они сенсорные. Время работы одного наушника 4 часа. И для того, чтобы зарядить полностью наушники, понадобится всего лишь 1 час. Емкость аккумуляторного бокса здесь 1500 мАч. Наушники подключились между собой. И сейчас вот горит только один наушник. Вот у нас загорелось обозначение. HBQ Q32 TVS. Нажимаем подключиться. Все, подключилось. Быстрее даже, чем первый раз. Ну что же, давайте сейчас послушаем. И скажу, какие лучше. Да, ребята, баск, конечно, гораздо больше. Вот послушайте. Но, но слышен какой-то треск в одном ухе. Вид, слышали, да? Во втором ухе такого нет. В общем-то, не знаю. Видимо, брак. Но, но. Могу сказать одно, что эти наушники играют громче, чем вот эти. Одинаковая громкость. То есть, ну вот на всю громкость и дел. И эти, вот по ощущениям, они гораздо громче. Но не хватает чистоты звука. Баса полно, а чистоты маловато. Здесь более, конечно, сбалансированный звук. То есть, он идет здесь и чистый, и бас такой приятный. Здесь он, как говорят, пердящий бас. Поэтому смотрите сами. Ну и цена, грубо говоря, 1000 рублей. Хотя функционал довольно неплохой. И плюс еще какой-никакой, но Powerbank имеется. В общем-то, ребят, пока идет Черная пятница. Бегите на Алиэкспресс. Если что-то понравилось, можете сейчас приобрести со скидкой какой-нибудь. Или что-то подобное поискать со скидками. Крышка, конечно, тут как-то открывается. Здесь не подмагничена, она просто идет. Видите, вот такие здесь язычки зажима. Вот она щелк и открывается. То есть, никакого подмагничивания нет. Но сами наушники, вот при установке на зарядку, они подмагничены. И да, ребят, наушники не сенсорные. Нажатие производится вот на нижнюю часть. Нажимаю. Все, пошла музыка. Нажимаю еще раз. Пауза. В общем-то, работает. Что ж, давайте послушаем теперь, как записывает микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг окотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Пих, впав, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Увезли его в больницу. Оказался он живой. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг окотник выбегает. Прямо в зайчиках стреляет. И, пах, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Увезли его. Ну, вы поняли. В общем-то, микрофон, конечно, хуже, чем в первых наушниках. Но, опять же, вроде бы слышно. Не совсем прям уж полное Г. Что могу сказать? Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Тут по финансам, по желаниям. Ну, конечно, я бы купил лучше вот такие за 1600. Они как-то больше, ну, больше как-то внушают доверие. Спасибо вам за просмотр. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, быть на позитиве. И, конечно, удачи по жизни. Встретимся в следующих видео, если подписаны и колокольчик нажали. Обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Иначе пропустите выход новых видео. В общем-то, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok